Как нам найти выход из этой ситуации? Власти региона держат руку на пульсе и спрашивают с муниципалитетов за уголь, несмотря на то, что уже ощутимое потепление за окном и погода балует днём плюсовыми температурами. Однако по ночам ещё морозит и до окончания отопительного сезона далеко. На селекторном совещании Валентин Коновалов отметил, что главам необходимо отслеживать запасы чёрного топлива. Они не должны быть ниже нормы, а склады заполнены в кратчайшие сроки и на протяжении всего осенне-зимнего периода. Сейчас беда с углём в котельнах Алтайского, Аскийского, Баградского, Таштыбского, Устебаканского и Ширинского районов. У нас есть проблемы на самих поставках с карьерами, сегуглями. Отдают малое количество, даже приоплаченном угле на предприятии не больше двух машин. Разрабатываем другие карьеры, но там уголь очень плохого качества. Вот ещё запросили с Назарова, с карьеров, какой у них там. Будем пробовать оттуда возить. Какая бы там ситуация у предприятия не была, уголь должен быть и тепло в домах быть тоже должно. И Минстрой обо всём происходящем у вас оперативно информируете в ежесуточном режиме. Подгоняют власти глав муниципалитетов и по заключениям контрактов по программе благоустройства. В этом году в планах обновление полсотни общественных и 31 дворовая территория во всех городах Хакасии и 11 поселениях. В них намерены вложить почти 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. Но пока договоры едва ли заключены по общественным территориям. В числе отстающих в Саиногорске ряд поселений Аскизского района. Город Саиногорск до сих пор не определились по объекту площадки на въезде в город. По смете было получено отрицательное заключение. Муниципальное образование по настоящее время смета не приведено в соответствии. В проектно-сметной документации было предусмотрено приобретение малых архитектурных форм. Согласно заключениям госэкспертизы, в поезде необходимо забредить вид работ с приобретением на устройство. Также по селу Аскиз по одному объекту ведутся торги, по второму объекту заключение получено торги не начали в связи с отсутствием лимитов. Спортивная площадка по улице Таштыбская, дом 49А. Глава региона попросил муниципалов ускорить работу, чтобы не подводить жителей городов и сел. Кто-то хочет вопрос задать?